Ну что, коллеги, давайте начнем. Мы с вами сегодня в очередной раз встречаемся на нашей программе Rafting Days. И у нас очередная встреча, которая должна быть посвящена той самой важной теме, которая сейчас, наверное, у большинства некоммерческих организаций в топ-1, это скорый дедлайн конкурса Фонда президентских грантов. И это значит, что очень много кто сейчас из последних сил дописывает грантовую заявку. И мы сегодняшнюю нашу встречу хотели посвятить как раз вопросом, на что нужно обратить внимание при оформлении грантовой заявки. И мы сегодня не будем говорить на мою любимую тему про социальное проектирование, а будем говорить уже непосредственно о том, каким образом правильно заполнить грантовую заявку. Но вы знаете, кто со мной знаком, вы знаете, что я больше всего люблю говорить про социальное проектирование, а не про подготовку заявки на грантовый конкурс. Поэтому, конечно, я не могла ставить и эту тему. Ну вот давайте начнем вот с чего. Что почти неисправимая ошибка, вот сейчас, если вы начнете смотреть на ваши грантовые заявки, но я надеюсь, что никто этот вывод не сделает, но вообще почти неисправимая ошибка, когда мы видим, что заявка на конкурс есть, а проекта социального как такового нет. Ну, есть набор слов, смыслов, набор мероприятий есть посчитанный безотокальный проект. Я уверена, миллион процентов, что вы все это знаете, но просто, на мой взгляд, надо всегда себя возвращать к этому определению, что проект – это комплекс действий и мероприятий, которые направлены на то, чтобы достичь цели, решить задачи и получить те самые заранее запланированные результаты, которые помогут нам изменить существующую социальную проблему. И мы всегда знаем, сколько этот проект стоит, сколько времени нам надо на его реализацию, в каком месте мы его реализуем и кто его будет делать. И вот фактически вот ровно по этому определению мы с вами сейчас пройдемся, понимая, что именно готовый социальный проект вы переносите в грантовую заявку. И что очень важно, что когда мы грантовую заявку, проект переносим, мы должны помнить, что мы уже с вами пока проект проектировали, пока думали про проект, мы на самом деле его бесконечно в голове гоняли, на листочках на всяких писали. Я знаю, что некоторые там на черновиках пишут, некоторые там из стикеров клеят смысл проектов и так далее. Ну, то есть у нас мы с этим уже жили и жили достаточно много. И теперь наша задача переложить это все в документ. И очень важно, что то, о чем вы должны помнить, что эксперт оценивает только то, что написано. То, что сложено в вашу голову, эксперт оценить не может. И все недописанные вещи, которые вы подразумеваете, но не забыли написать или подумали, что это неважно, или просто не успели написать. Это значит, что это ослабит вашу заявку, потому что эксперт оценивает только то, что написано в тексте. Но мало того, важно еще понимать, что очень многое зависит от того, как эксперт вас понял. не только то, что вы написали в заявке, но и то, как эксперт прочитает то, что вы написали. А наш опыт показывает, что очень часто бывает, что вы вкладываете один смысл, а эксперт за этим смыслом видит другое. И поэтому сейчас у вас еще есть два дня на то, чтобы перечитать заявку и посмотреть, везде ли у вас однозначно написано, везде ли вы переложили на бумагу все те смыслы, которые важны для того, чтобы правильно понять ваш проект и, соответственно, правильно сформировать у эксперта представление о том, что вы собираетесь делать. Очень важно, вот если сейчас мы пойдем с вами прямо по этапам, очень важно обратить внимание на некоторые разделы заявки и посмотреть, что вы там написали и все ли там у вас правильно. Но, во-первых, сначала посмотрите на описание целевой группы вашего проекта. Мы с вами помним, что все части проекта взаимосвязаны, и, конечно, целевую группу вы же не с потолка взяли, и она у вас там с проблемой в вашем проекте связана. Но когда мы начинаем перекладывать проект в форму заявки, то у нас появляются всякие искушения. И, например, у нас есть искушение выбрать из списка целую кучу разных целевых групп. Например, что часто бывает, когда говорят, в нашем проекте целевая группа молодежь, а потом начинают добавлять. А еще молодежь с инвалидностью, а еще дети-сироты, а еще дети из многодетных и малообеспеченных семей. Но на самом деле эти целевые группы специальными целевыми группами в проектах не являются. А мы просто добавляем их, потому что нам кажется, что если мы добавим социально уязвленные группы, то эксперт больше впечатлится фокусом нашего проекта и даст нам больше баллов. Но, как правило, наоборот, от этого происходит размывание проекта и целевой группы. И если у вас проект направлен, например, в целом на молодежь, в нем нет никакой специальной деятельности для детей с инвалидностью или детей из многодетных семей, а они просто являются как бы одними из участников проекта, но вы подразумеваете их как просто молодежь, то в этом случае, если вы их выделите как отдельную целевую группу, эксперт потом и в деятельности, и в результатах будет искать работу с этой целевой группой. И если у вас ее там специальной нету, то проект, наоборот, получит заниженную оценку, потому что эксперт может отметить, что такая целевая группа в проекте указана, а в деятельности, например, или в результатах ее нет. Ошибкой бывает писать в целевой группе, что наша целевая группа – все люди, живущие на этой территории, потому что очень трудно представить себе эффективный проект, который одновременно будет работать на младенца и на глубокого старика. И поэтому всегда, даже если вы работаете на небольших территориях, все равно, скорее всего, в вашем проекте есть точный фокус целевой группы, и чем точнее вы ее укажете, тем лучше. Значит, часто допускается ошибка. А при заполнении заявки выбираются только те группы, которые представлены в списке на выбор. Но на самом деле вы можете впечатать группу так, как вы считаете нужным, то есть предложить свою формулировку целевой группы. Значит, и обратите внимание, когда в проекте много целевых групп с абсолютно разными потребностями, то это риск для вашего проекта, что он разорвется по смыслам, потому что каждой целевой группе нужна своя деятельность. В общем, еще раз внимательно посмотрите на смыслы вашего проекта и выберите и укажите в проекте самые основные целевые группы, на которые вы действительно своим проектом будете влиять. А дальше очень важный раздел – территория реализации проекта. И здесь мы опять встаем перед искушениями написать, написать, что наш проект ориентирован, например, на всю страну. При этом из-за ориентации на всю страну у нас, например, просто новостная рассылка. Или у нас будет какое-то большое мероприятие, на которое мы привезем людей из разных территорий страны. Но вся основная деятельность в нашем проекте будет именно на территории нашей области, например. Не лукавьте, напишите тогда таким образом, что, например, основная деятельность по проекту будет на территории, например, Архангельской области. Но при этом будут какие-то, допустим, итоговые мероприятия, в которых итогами проекта мы поделимся с другими регионами страны. И вот в этом отношении это будет правильнее и честнее, потому что тогда эксперт, опять же, не будет пытаться искать ваши деятельности, вот эти хвосты, где же у вас там вся Россия-то задействована. Потому что если мы говорим, что человек просто приезжает к нам на конференцию со всей страны, а потом возвращается домой и там ничего не делает того, что даст результаты нашему проекту, то это ошибочно считать, что проект будет, допустим, всероссийским. Поэтому очень точно, опять же, указываем территорию реализации проекта, потому что мы помним, что проект всегда локализован на конкретной территории. А еще раз возвращаемся к... Не видно, да? Да, Марин, мы на первом слайде торчим почему-то. А что же вы молчите-то? Молчите-то, что сейчас я запущу еще раз. Марин, мы пишем, в чат пишем пока. А, надо кричать же, я же в чат это не вижу, у меня же презентация открыта. Конечно, сейчас же я тут стараюсь такая, любуюсь своей великолепной презентацией. Думаю, что никто не смеется, так нечестно. Так, сейчас повторяем. Значит, давайте вот так сделаю, чтобы вы увидели так. Вот, вот же, господи. Вот, значит. Итак. Нет. Вот, смотрите, какая прекрасная презентация. Ничего не поменялось. Да ладно. Ничего не поменялось, нет. Вот, сейчас появилось, появилось. Вот, появился новый слайд. Ого. Вот, да. Появился? Супер, да. Ага, вот. В общем, эксперт не всегда вас правильно понимает, как вы видите. Если что-то будет не так, пожалуйста, сразу говорите, потому что мне же не видно чата-то. Значит, итак, по целевой группе еще раз. Очень важно, что понимать, кто конкретно получит пользу от вашей работы. Вот, когда вы пишете целевую группу, вы можете прямо в описании целевой группы уточнить, например, вот это главная целевая группа, прямая так называемая, а это косвенная целевая группа. То есть, скажем, проект окажет на нее влияние, но главные мероприятия не на нее направлены. Вот косвенных целевых групп может быть много, но все равно не гонитесь напихать в проект кучу целевых групп. Это всегда бывает очень плохо для проекта, потому что проект начинает рассыпаться, разваливаться на куски. Дальше, когда вот вы заявки указали целевую группу и территорию, вы дальше, когда будете проект описывать, вы периодически туда заглядываете, вот в эти разделы целевая группа и территория. Потому что бывает, что мы при внесении проекта в грантовую заявку что-то где-то подправляем, редактируем, где-то нам новые мысли приходят. Даже, как правило, за два часа до дедлайна нам может прийти гениальная мысль, мы можем начать что-то подправлять. Так вот, не забывайте, что у вас уже записана целевая группа и территория, да, и, соответственно, если вы вдруг что-то корректируете и меняете, то там тоже должно изменение произойти. Значит, как надо проверить описание проблемы и обоснование социальной значимости? Значит, какие здесь могут быть ошибки? У нас с вами в заявке очень короткое описание, короткое. Ну, там, несмотря на то, что оно уже сейчас многократно в фонде президентских грантов увеличено, все равно многим текста не хватает. Поэтому почистите текст на слова. Слова-паразиты уберите, лирические отступления уберите. Ваша задача – описать смыслы главные. Понятно, что чаще всего негативные оценки, да, не очень высокие оценки мы получаем тогда, когда либо проблемы нет, а у нас есть такие, знаете, лирические отступления на тему, как плохо жить и как хорошо было бы жить по-другому. Или мы начинаем преувеличивать проблему. Батюшке, все пропало, никто этой темой не занимается, никто никогда ничего здесь не делал, все плохо, все умрут. Или у нас проблема к другой целевой группе относится. Мы целевую группу поставили молодежь, что в проблеме описываем что-то про старшее поколение. Чаще всего проблема не подтверждена фактами. Вот нет цифр, ссылок, выводов, да, то есть есть просто общие слова. Это не принесет высокой оценки. Поэтому внимательно на текст вашего описания проблемы посмотрите. Особенно если вы уже реализовывали проект по этой теме. Обязательно надо написать, какие вы уже результаты получили и почему надо продолжать. Знаете, бывает там проект лента времени или там территория роста, территория роста 2, территория роста 2.0, территория роста 3.0, территория роста 4.0. А в описании проблемы ничего про предыдущие не сказано. Конечно, можно говорить, что там же они все прикреплены. Слазите, эксперты уважаемые, посмотрите, да еще и в отчеты. Но по факту вам важно показать, что ваш новый строится на основе старого. Поэтому в описании проблемы обязательно должно быть указание на то, что если вы уже работали в теме, какие у вас уже есть результаты, кто еще в этой теме работает и почему этого мало, почему проблема существует, докажите, что она есть. Очень часто люди в описании проблемы пишут количество целевой группы и считают, что это факты. Но количество целевой группы не подтверждает наличие проблемы. Поэтому ваша задача написать не только, сколько людей старшего поколения, например, в вашей территории живет, но и, например, сколько людей старшего поколения испытывают проблемы в общении и являются людьми одинокими, если вы эту проблему решаете. Или сколько людей старшего поколения не умеет пользоваться какой-то современной техникой и испытывают от этого трудности. Вот это будут факты, подтверждающие проблемы. Ну и еще очень важно, что в описании проблемы часто мы при описании проблемы увлекаемся описанием самого проявления проблемы, то есть в чем она проявляется, но не пишем, из-за чего она возникла. А ведь именно из-за чего возникла проблема, то есть что является препятствием к ее решению, является задачей, которую нам надо решить. И самое лучшее вообще описание проблемы тогда, когда вы, читая проблему, сразу можете предугадать, какая будет цель проекта и какие будут задачи. То есть вот в самом описании проблемы надо написать не только ситуацию, как она есть и как ее надо исправить, но и показать, из-за чего проблема возникла, тем самым вы как бы сразу показываете, какие вы задачи поставите. Вот посмотрите на ваше описание проблемы с этой стороны. Очень часто вот в описаниях проблемы люди увлекаются описанием того, что у нас плохо и почему это плохо, но не пишут, из-за чего проблема не решается. Вот обратите на это, пожалуйста, внимание. Сразу на этой же странице у вас есть раздел «Результаты проекта». Вот здесь нужно точно для себя вспомнить, что любой социальный проект мы делаем для того, чтобы улучшить жизнь людей. Каких людей вы указали в целевой группе? А значит, в результатах проекта у вас должно быть, что поменяется в жизни этих людей, именно тех, которых вы указали в целевой группе. Поэтому проверьте. В результатах у вас должно быть про людей, а не про мероприятия. Очень часто мы увлекаемся и в результатах пишем. Мы проведем 30 семинаров, мы выпустим 2500 буклетов, мы проведем 3 конференции, мы выпустим такое-то количество информационных сообщений. Это все, конечно, прекрасно. Но в результате проекта что-то должно произойти у людей. И поэтому в результатах у вас должны быть люди, та целевая группа, ради которой вы все это затеяли. И если у вас целевых групп много, то обратите, пожалуйста, внимание, что должно быть про всех людей, которые у вас как целевая группа указаны. То есть у вас должны быть какие-то результаты про каждую целевую группу. Ну, я вот на этом отдельно останавливаться не буду. Вы все люди грамотные, проектную логику понимаете. Почему вывела этот слайд? Ровно потому, что когда мы заполняем заявку, к нам часто в процессе приходят гениальные идеи. Вот мы пишем план мероприятий, и нам пришла мысль в голову. Ой, а вот же еще что можно провести. Если нам такая мысль в голову пришла, и мы добавили в проект мероприятие, посмотрите, пожалуйста, на эту схему. Если я прилепила дополнительное мероприятие, я немедленно должна проверить, решает ли оно какую-то из моих задач, влияет ли это на изменение проблемы, отражено ли это в результатах. Если я, читая свои качественные результаты и количественные, прописала какие-то результаты, я должна проверить, откуда они у меня взялись. То есть вот вы эту картинку себе должны все время перед глазами иметь и все время в проекте переходить от одного раздела к другой в заявке, для того, чтобы сравнивать. У меня вот тут логически сцеплено это с задачами. У меня вот здесь вот результаты написаны, я их откуда взяла, эти результаты. Мы сегодня, сейчас еще дальше, я буду возвращаться к проектной логике, поэтому посчитала важным ее вам напомнить. Цель у нас поставлена, мы ее с вами, когда проблему описывали, для себя сформулировали, задачи сформулировали, план мероприятий теперь надо проверить. Значит, что надо проверить в плане мероприятий? Не выглядит ли он вот так, как сейчас на картинке? Мы помним, что в определении проекта у нас указано, что план мероприятий, что проект – это комплекс мероприятий, и поэтому календарный план должен содержать вот эту подборку мероприятий, взаимосвязанных между собой, которые, дополняя одно мероприятие другим, дают нам нужные результаты. Поэтому, когда мы проверяем календарный план, мы должны с вами проверить. В календарном плане должно быть указано, что я собираюсь делать. Это у нас предприятие. Вот там должно быть написано, что мы собираемся делать. Например, школу для волонтеров я собираюсь проводить. Там же должно быть указано, зачем я это делаю, цель школы какая. Там же должно быть описано, хотя бы в двух предложениях или в одном, как я это буду делать. Это будет очная, заочная школа. Это будет цикл из пяти семинаров, или это будет программа в 75 часов, мы раз в месяц будем заниматься. То есть там из вот этого описания должно быть понятно не только, как называется мероприятие, но и его основные смыслы. Для того, чтобы у читающего эксперта складывалась картинка, как будет реализовываться проект. Как эти мероприятия смыслово одно из другого вытекают. Очень хорошо, если вы там укажете, как вы привлечете участников. Потому что иногда бывает, в некоторых заявках пишут, ну вот на многие конкурсы, я там заявки многих конкурсов видела, разных, и очень часто бывает, мероприятие описано, а как туда люди попадут, непонятно. Это будет открытый набор, вы приглашение распространите, вы специальных людей отберете и так далее. Очень важно показать, в какой последовательности будут мероприятия проходить. И вот здесь обратите внимание, пожалуйста, в заявке фонда президентских грантов. Невозможно выставить мероприятия в смысловом порядке. Они у вас всегда выставятся по календарному плану. Вот потому, как они начинаются в календарном, по дате начала, вам отсортирует программа их по дате начала. Если вам важно, чтобы эксперт читал мероприятие одно за другим, ну вот чтобы у эксперта логика, например, сложилась, вам важно, чтобы, например, после школы волонтеров сразу шел практикум волонтеров. Поставьте датами мероприятий, скорректируйте, чтобы они в календаре попали одно за другим в календарном плане. Потому что иногда бывает, вы на это не обращаете внимания, вы пишете в логической последовательности мероприятия, но из-за даты начала программа их раскидывает в произвольном порядке и теряется смысловая логика. Картинка не получается представить картинку проекта. Поэтому вы, когда план мероприятий написали, вы еще раз логику посмотрите. И если вдруг вам важно, чтобы эксперт читал одно мероприятие за другим в определенной последовательности, скорректируйте их датами начала мероприятия. Тогда они у вас встанут в правильной логической последовательности. И еще очень важно. В каждом мероприятии у вас должен быть указан результат. И этот результат, он должен на самом деле показывать, зачем я это мероприятие провела. Вот я провела школу волонтеров, у меня в результате проведена школа столько-то часов, столько-то занятий, столько-то людей отучилось. И очень важно добавить туда еще. А что в головах-то у людей после этой школы осталось? Что произошло в качестве изменений после этого мероприятия? У нас иногда бывают технические мероприятия, в которых мы не можем заявить изменения. Но там, где изменения можно показать, надо прямо в этом разделе результаты показывать изменения. Например, после обучения в школе волонтеры поняли, как им организовывать свою деятельность, познакомились с некоммерческими организациями, выбрали для себя партнера по интересам и, допустим, спланировали свою там последующую волонтерскую деятельность. Тогда у эксперта будет складываться понимание, почему это мероприятие нужно было проводить. То есть, какой оно дало результат для достижения общей цели вашего проекта. После того, как вы написали календарный план, вернитесь в начало заявки и еще раз проверьте количественные и качественные результаты общей вашего проекта. А я вообще-то советую этот раздел писать только после того, как вы написали план мероприятия. Вот вы план мероприятия написали, и только после этого пишите общие результаты проекта. Почему это важно? Потому что вам важно проверить, чтобы количественные результаты, которые вы укажете как общие итоги проекта, общие результаты совпадали с результатами, которые у вас в календарном плане. Например, если вы говорите, что вы будете работать с волонтерами в проекте и говорите, что в рамках проекта у вас будет привлечена тысяча волонтеров, то вовлечена в проект, то откройте план мероприятий и посчитайте, у вас там в мероприятиях тысяча волонтеров получается, в результатах мероприятий. Если получается, вот так делаем, все хорошо. А если не получается, то тогда смотрите, либо где вы потеряли количество в мероприятиях, либо исправляйте в общих результатах. То есть количественные результаты проекта всегда складываются из результатов мероприятий. Не могут они с неба появиться. Аккуратней, пожалуйста, с тысячами человек, особенно с десятками тысяч. Даже если вы делаете информационные большие проекты, например, вот мы делаем там Доброе телевидение, и Доброе телевидение смотрят тысячи человек. Ну, как бы просмотров у телеканала тысячи, но я не могу гарантировать, что эти тысячи человек посмотрят и мою передачу. И если я напишу всю зрительскую аудиторию телеканала в результаты своего проекта, эксперт начнет сомневаться в моей адекватности. Поэтому, пожалуйста, внимательно и адекватно смотрите на цифры. Вам потом подтверждать их получение. Теперь про качественный результат. Качественные результаты тоже появляются из мероприятий. Они с неба падают. И поэтому, если мы говорим, что благодаря нашему проекту повысилась гражданская активность молодежи, и они стали больше заниматься общественной деятельностью, то этот мой вывод должен быть подтвержден мероприятиями. У меня там где-то в мероприятиях должны были быть похожие результаты. В том, что они стали больше вовлечены, больше знать, больше сотрудничать с НКО, больше своих инициатив проявлять. Только тогда я могу в общие качественные результаты написать эти результаты. И вот, знаете, иногда советую так делать. Вы, когда качественный результат пишете, вы для себя хотя бы в голове формулируйте. Благодаря тому, что я провела школу волонтера, у молодых ребят изменилось отношение к некоммерческим организациям. И тогда я могу это прописывать в качественных результатах. То есть я понимаю, откуда у меня взялся этот качественный результат. Ну вот это основные ошибки, не буду их перечитывать, вы их видите. Значит, очень важно, чтобы результаты были измеримы. Это не значит, что нужно прям немедленно все инструменты измерения. Но вы хотя бы для самих себя должны представлять, как вы узнаете про то, что вы достигли, допустим, какого-то результата, что изменилось отношение людей. Не знаю, по отзывам, по анкетам, по тому, как они действовать начнут. Вы должны понимать, откуда вы возьмете информацию. И желательно, ну хотя бы одним предложением это написать. Потому что тогда вы доказываете, что вы действительно можете измерить эффект от вашего проекта. Потому что если вы не можете его померить, а просто слоганы пишете в результатах, то в этом случае это равносильно признанию того, что значимых результатов в вашем проекте не будет. Теперь про формальные разделы заявки, которые отнимают огромное количество времени, но часто именно из-за них мы теряем баллы там, где можем их набирать. Значит, у нас есть с вами раздел «Команда проекта». В любом практическом конкурсе, в любой заявке есть вопрос про то, кто будет проект делать. И, соответственно, мы должны с вами показать в этом разделе, кто будут эти люди и что они умеют делать. И поэтому, пожалуйста, прежде чем просить людей через Созидателей вам подтверждать, что они участники проекта, во-первых, попросите их обновить информацию и попросите их обязательно заполнить вот это про себя, где описано, что они умеют делать нужное для вашего проекта. Потому что если у нас нет вот этих уточнений, а есть просто в каком институте я училась и на какой должности я работаю, то это мало дает представления про то, у меня квалификации хватит, чтобы сделать то, что я собираюсь делать в проекте. И еще очень важная вещь. Когда вы человека указываете, обязательно укажите, что он в проекте-то делать будет. Ну и что, что я директор. Ну в проекте я, например, тренер могу быть. Или могу быть координатором по работе, например, с ресурсными центрами. То есть я обязательно в описании нужно указать, кто я, что я умею и что я в этом проекте буду делать. И вот что я умею и что я буду делать в проекте, должно на самом деле хоть как-то соотноситься. Для того, чтобы эксперт оценивая понял, да, нормально, они смогут сделать этот проект. Смотрите, какие у них профессиональные люди работают. Когда мы пишем про организацию заявителя, то есть про себя, тоже очень важно. Там много формальных вопросов, которые там из юридических документов встают. Но там есть очень важные разделы, которые должны доказать, что вы сможете справиться с этой тематикой. И поэтому, когда вы описываете проекты, вами реализованы, не относитесь к этому формально. Посмотрите внимательно, укажите в описании, какой опыт вы приобрели от этого проекта, уже реализованного, который будет использован в новом проекте. То есть если вы уже делали проекты по этой тематике, каких результатов вы добились, чтобы было понятно, что вы теперь более профессиональные и сможете с новым проектом справиться. Если вы в этой тематике проектов ее еще не реализовывали, но, например, уже вели деятельность, то напишите это как отдельный раздел. То есть проект, который за счет собственных ресурсов, например, я никогда не работала с волонтерами, грант на это не получала. Но я за счет собственных ресурсов вела уже школы волонтеров. Укажите это в заявке, для того, чтобы было видно, что вы справитесь. Когда вы указываете другие источники финансирования, например, проекты, другой источник финансирования. В описании проекта укажите, кто вас поддерживал, кто был партнерами в этом проекте. Это тоже усиливает понимание, что вы за организацией, что вы умеете. Эксперт, конечно, может погуглить, но на самом деле очень важно, особенно сейчас, показать, что вы уже умеете прямо в заявке. Чтобы не нужно было, чтобы, знаете, не надеяться на то, найдет эксперт или не найдет. Чтобы это можно было прочитать прямо в проектной заявке. Важный раздел. Партнеры. Значит, когда мы говорим про партнеров, и, соответственно, нам важно, что показать. Вот вы пишете раздел партнеры в заявке и прикладываете письма поддержки. Во-первых, Христом Богом прошу. Когда вы письма поддержки прикладываете, файл называйте, пожалуйста, чтобы можно было понять, что это письмо поддержки и от кого оно. Но ведь такие названия файлов прикрепляют люди, что эксперты несчастные во всех конкурсах, во всех. Знаете, я один раз оценивала заявки в конкурсе, где баллы ставились за каждое письмо поддержки дополнительные. И вот один раз мне попалась заявка, в которой было 29 писем поддержки. Все были названы, бог знает как. Знаете, файл 1, файл 8, какие-то там значки, не знаю, какие. И ты должен был открывать каждый файл, смотреть, что это, от кого это. И список себе составлять, подходят ли они там, указаны ли они там в проекте или нет. Ну то есть сделайте, пожалуйста, легко эксперту. Переназовите файлы правильно. Посмотрите, пожалуйста, как он отсканирован. Потому что документы сплошь и рядом, кверх тормашками прикреплены. Вот так вот его надо читать. То есть это все, ну как бы показатель такого. Иногда они отсканированы плохо, их невозможно прочитать. Ну и, конечно, я понимаю, осталось два дня. Но посмотрите на тексты писем. Там вообще смысл-то в этих письмах есть. Ну то есть там, если там написано, любим, целуем, хорошая организация, точно будем помогать. Смысла от этого письма практически нет. То есть если у вас есть партнер, то в проекте должна быть указана его роль. Хотя бы в письме поддержки или в соглашении о намерениях должно быть указано. Я в этом проекте собираюсь делать вот это. И чтобы было понятно, что этот эксперт проекту нужен. То есть вот этот партнер. И тогда это добавляет вам баллов. Еще одна очень важная вещь, на которой мы проседаем все время. Это открытость информационная. Вот не заставляйте эксперта искать о себе информацию. Расскажите про себя все сами. Там есть куда прикрепить информацию. Во-первых, если вы ставите ссылки на свои сайты, на свои группы в социальных сетях и так далее, обязательно комментарии дайте, что это за ссылка. Ну потому что иногда бывают 3-4 группы ВКонтакте. Я понимаю, под каждый проект, например, группа создана или по разной тематике группа создана. Комментарии дайте рядом, про что эта группа, чтобы было понятно, что я там искать должна в этой группе. А проверьте, чтобы ссылка открывалась. Иногда прицепляется какой-нибудь хвост, точка, лишняя палочка, какой-нибудь знак не дописан. И ссылка просто не открывается. И эксперт тыкается. Он, конечно, пытается разными способами открыть. Но на самом деле он честно может написать, извините, приложенная ссылка не открывается. Наверное, там вообще ничего нет. Если у вас годовой отчет запрятан куда-нибудь, ну я даже уже не обсуждаю, что он точно у вас есть. Если нет, еще есть два дня. Хотя бы за, ну то есть за 21 год его может еще не быть, а за 20-й-то он точно уже должен быть. Если он у вас куда-то запрятан и сразу его не видно, например, при открытии сайта, поставьте ссылку на годовой отчет отдельной ссылкой. Потому что это точно всегда проверяет эксперт. Посмотрите, есть ли в годовом отчете финансовая информация. Сколько вы денег за предыдущий год получили, куда вы их потратили. Хотя бы базовая финансовая информация. Если вы не уверены, что поисковики сразу выдадут информацию про вашу организацию, сделайте подборку ссылок о вашей работе. Знаете, там есть такой раздел в заявке СМИ о нас. Вот сделайте туда подборку ссылок для того, чтобы можно было прямо по прямым ссылкам найти эту информацию. Но когда вы будете подбирать ссылки, пожалуйста, подбирайте ссылки, которые действительно дают информацию о вашей организации. Потому что когда по ссылке открывается примерно такой текст. Вчера у нас прошел форум такой-то. Организация «Дети и родители» приняла в нем участие. Это никак не характеризует вашу организацию, но только то, что она приняла участие в форуме, который кто-то для вас организовал. То есть подберите те ссылки, которые покажут ваш опыт и в реализации других проектов, в координации каких-то мероприятий, в работе именно в этой тематике. Для того, чтобы у эксперта сложилось впечатление о вашей организации. Если нет ссылок, у небольших организаций бывает, что ссылок нет, но есть, например, сканы из газет или сканы каких-то публикаций, которые были, но уже, может быть, удалены, то, пожалуйста, просто делайте сканы и прикрепите их туда. Это тоже есть возможность сделать. И еще раз обращаю внимание, подтверждайте только тот опыт, который важен для этого проекта. Теперь бюджет. Проверьте, чтобы в бюджете были отражены все мероприятия. Бюджет, который слишком маленький и не содержит всех необходимых расходов, тоже вызывает вопросы. Если у вас есть в мероприятиях конференция, а в бюджете ее нет никакой, вообще даже следов, даже за свой счет, то возникает вопрос, может, вы ее просто забыли посчитать, и тогда у вас потом ничего не получится. Обратите внимание, сколько у вас специалистов собирается получать зарплату, оплату труда. И еще раз вернитесь в команду и посмотрите, есть ли они у вас там. Если у вас каких-то специалистов там в команде нет, то в бюджете, в комментариях напишите, что это будет за специалист. А если вы еще не знаете, а будете его искать, то тогда напишите хотя бы, какие характеристики будут у претендента, которого вы будете искать. Что еще сейчас эксперт у меня, например, такой-то не найден, но он будет, значит, вот с такими-то характеристиками, мы его точно найдем. Не забудьте про отчисления с фонда оплаты труда, посмотрите все комментарии. Очень часто бывает, что комментарии не информативны. Например, статья «Компьютер PCM» такой-то там, ой, нельзя сейчас, компьютеры дорого стоят и все время дорожают. Ну ладно, оборудование какое-то, например, да, там «Доска маркерная» мы купим. Это написано в статье бюджета, в комментариях тоже написано «Доска маркерная». Это не комментарий. Доска маркерная необходима для проведения школы волонтеров. Стоимость там такая-то, а марка такая-то. Вот, очень, посмотрите внимательно на укрупненные суммы. Например, статья «Конференция полмиллиона» точно вызовет вопрос у эксперта. Поэтому детализируйте ее или по статьям разбивайте, или в комментариях детализируйте, да, из чего состоит эти самые полмиллиона, как это будет. Ну и, наконец, софинансирование. Обратите внимание, что софинансирование должно быть адекватным. Я, конечно, понимаю, что вы пытаетесь догнать размер софинансирования до такого процента, чтобы получить высокий балл. Но, если софинансирование раздуто, то вы высокого балла не получите. Вы получите комментарий эксперта, что софинансирование раздуто, не соответствует, да, и, соответственно, балл будет ниже. Или, если вы пишете большое софинансирование, но не указываете, откуда оно возьмется. Вот эта там сумасшедшая сумма, которая у вас появится на оборудовании, она откуда возьмется? Она у вас уже на счете лежит. Ее вам кто-то из партнеров даст. У вас уже есть это оборудование. Вот это обязательно должно быть написано в комментариях. Потому что там, где софинансирование, вы должны не только показать сумму, но и доказать, что эта сумма у вас есть. Либо у вас есть источник, из которого вы ее покроете. Если у вас партнер какой-то это финансирует, и в письме поддержки это написано, то в комментариях напишите, софинансирование за счет партнера, смотри письмо поддержки. Чтобы эксперт вспомнил, что там есть письмо поддержки, и что там есть вот это, и еще раз может посмотреть, что там действительно эта сумма указана. То есть сделайте это удобно для эксперта, чтобы он сразу находил информацию. Значит, на какую, где неадекватность обычно? Завышение труда волонтеров. Столько волонтеров в проект не надо, но мы их туда фигачим, потому что они нам увеличат финансирование. Стоимость оборудования стоит по полной цене. Например, у меня принтер, стоит мой принтер 30 тысяч рублей. Я на этом принтере для трех школ напечатаю 10 бумажек, и все 30 тысяч рублей показываю как софинансирование. Нет, не работает так. То есть если у вас оборудование в проекте постоянно задействовано, все равно вы берете не его полную стоимость, а стоимость, на которую это оборудование амортизируется за период реализации проекта. То есть посмотрите внимательно. Занижение и завышение – это и то, и другое плохо. Главное – остаться в адеквате. И комментарии по софинансированию. Еще раз обращаю ваше внимание. Сказать в комментариях надо, как сумма получена, которую вы посчитали как софинансирование, и откуда вы возьмете этот ресурс, и что это – это деньги или это прямо уже материальный ресурс. Еще очень важная вещь. Иногда мы говорим, да у меня же высокий процент софинансирования. Почему? У меня оценка такая низкая стоит. А потому что в этом же разделе оценивается то, как вы описали дальнейшее развитие проекта. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что раздел дальнейшее развитие проекта – это тоже смысловая вещь, которую нужно заполнить. Не просто написать там, мы точно будем продолжать после того, как все закончится, и еще раз напишем вам заявку на финансирование. Вы должны в дальнейшем развитии написать, как вы видите продолжение проекта. Ну, например, если я волонтеров учила, и они подружились с некоммерческими организациями, то я смело в продолжении проекта могу сказать, и после окончания проекта волонтеры будут сотрудничать с этими организациями и продолжать им помогать. Если я в процессе проекта научила учителей чему-то, то, скорее всего, они потом и после завершения проекта будут что-то делать. И мы можем сказать, допустим, учителя будут применять полученные знания на практике. Если я подготовила экскурсоводов, волонтеров, то они, скорее всего, будут вести экскурсии после завершения проекта. Возможно, какую-то часть работы я буду делать за счет собственных средств. Вот ваша задача – очень конкретно написать. И смотрите, никто не ждет от вас, что вы будете в полном объеме, когда деньги кончатся, весь проект реализовывать. Так не бывает. Чем честнее и точнее вы здесь напишите, как будет развиваться проект дальше, тем больше шансов, что вы получите здесь высокий балл. Я вижу вопрос, как рассчитать стоимость софинансирования имеющегося оборудования. Например, у меня есть компьютер. Этот компьютер стоит, допустим, 30 тысяч рублей. Компьютер обычно амортизируется за три года. В проекте у меня компьютер будет работать полтора года. Значит, сколько я должна поставить его стоимость в проект? 15 тысяч. Соответственно, идите, исходя из того, что… Если, например, у меня доска флипчарт стоит там, я не знаю, 7 тысяч рублей. Я ее в пользовании, она у меня есть. Но я ее буду использовать три раза за проект. Ну, тысячу рублей максимум поставьте, потому что она у вас, да, в пользовании, но вы ей не постоянно пользуетесь. То есть, вот, разумно подходите к этому расчету. Значит, я уже приближаюсь к концу. Вот когда вы вот это все написали, вот в этот момент надо начинать писать краткое содержание проекта. Не сначала, а потом весь проект. А когда… А сначала вы весь проект, всю заявку написали. И только после этого пишите краткое содержание. Что значит краткое содержание проекта? Это вот как здесь. Вся книжка на одной странице. Значит, вам нужно в кратком содержании рассказать эксперту, почему вы собираетесь этот проект делать. То есть, в чем проблема? Что вы собираетесь сделать? В рамках проекта мы проведем школу волонтеров, познакомим их с некоммерческими организациями, и они начнут на постоянной основе им помогать. Что позволит усилить, что даст им возможность молодежи реализовать себя. Что получится в результате, вам надо показать. И почему это делаете именно вы? Итак, почему я это делаю? Что я сделаю? Что у меня получится в результате? И почему именно я справлюсь с этой работой? Вот это краткое описание. Когда в кратком описании мы повторяем только описание проблемы, на самом деле это неправильно. То есть, краткое описание – это как визитная карточка вашего проекта. Это вот то, что, например, про ваш проект потом можно во всех местах, в информационных ставить. И это будет вот как бы картинка вашего проекта. И его, конечно, можно написать только тогда, когда вы весь проект написали. Не надо мучиться и писать это сначала. Это последний раздел, который вы заполняете. Ну и пора ускоряться. Осталось совсем немного времени для того, чтобы все завершить. Я почти уложилась. Вопросы. Можно голосом. Вот. Еще покажу снова, знаете, первую картинку. Вдруг вы ее не видели. Вот. Видно, да, мою любимую сову? Мне кажется, мы все уже примерно такие. Марина Евгеньевна, можно два вопроса? Давайте. Африканда. Вот смотрите. Замечательно сказано про выставки. Все понятно, что они должны быть актуальными. Но сейчас не про фонд президентских грантов, а про другие конкурсы, которые в свое время ссылки размещались на гугле диске. И получается так, что если сейчас все у нас, простите за такое выражение, крякнет, все. Вот как эксперт будет? Вот что он не увидит? Значит, срочно, вот срочно делаем, выкачиваем все с гугл диска и перекачиваем на яндекс диск. Нет, это я снилым фондом президентских грантов, а которые, например, уже поданы, другие конкурсы тоже. Ну, на самом деле, смотрите, эксперт же вменяемый. Ну, то есть эксперты вменяемые люди. И понятно, что все мы понимаем, что сейчас мы в режиме турбулентности. Ну, и если эксперт не найдет, он, скорее всего, сделает вывод, что он не может найти, потому что гугл диск не работает, а не потому что вы лажу туда, извините за грубое слово, предоставили. Но я говорю, что хуже всего, когда... Ну, сейчас точно страхуйтесь, выкачивайте с гугла, перекачивайте в яндекс. Ну, да, я понимаю, я уже, в принципе, перекачала. И второй у меня вопрос. Руководитель проекта является директором культурного центра. Ну, в моем случае это я. Вот проходили, как бы, консультации в фонде президентских грантов. И у коллег спрашивала, кто-то говорит, да, можно включать зарплату. Ну, официально все, как бы, то есть сам с собой заключается. Кто-то говорит, нет, коррупция. Все. Что делать? Ну, смотрите, вы же зарплату будете получать, как руководитель организации. Некоммерческой. Вы параллельно в некоммерческой организации. Да, я директор, я руководитель проекта. Так, значит, ну, во-первых, у вас в некоммерческой организации может быть документ, который наделяет право кого-то из ваших заместителей заключать с вами договор. Я одна. А учредитель? Учредитель есть один, да. Учредитель. Учредитель с вами заключает договор. Все, то есть это можно, да? В протоколе, да. Но смотрите, на что еще обратите внимание. Например, вы директор культурного центра, допустим, муниципальной организации. Вы руководитель еще параллельно некоммерческой организации. Ваш проект в партнерстве с культурным центром делается. Вот здесь в комментариях надо обязательно написать, что ваш функционал, как руководитель проекта, не совпадает с функционалом директора культурного центра. Делать вы эту работу будете в свободное от работы время. Чтобы у эксперта не складывалось впечатление, что вы, сидя там в кабинете директора культурного центра, будете попутно делать проект, получать еще вторую зарплату. Вот это в комментариях все надо написать. Все, хорошо, спасибо огромное. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Еще есть пять минут до часу. Вопросов нет, когда все понятно или когда непонятно ничего. А я так предполагаю, что все уже побежали писать. Ну что, тогда мы завершаем, раз вопросов нет. Я была очень рада со всеми увидеться. Я желаю всем удачи. И очень надеюсь, что мои советы помогут вам избежать ошибок и помогут вам добрать те баллы, которых вам не хватает. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что вот эти все формальные части, вроде бы, на которые мы мало обращаем внимания или нам не хватает времени, это на самом деле, если внимательно посмотреть и внимательно с этими разделами поработать, то они могут дать вам дополнительные баллы, тех, которых вам иногда не хватает. Поэтому желаю всем удачи. И у нас еще целых два дня. И это прямо для студента роскошь. Как говорят, четыре ведь, потому что два дня и две ночи. Соответственно, еще четыре. Ура! Всем удачи!